Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас фильм вопрос. В октябре 2018 года мы ездили в Московский Кремль и нам попалось одно интересное место в церкви 12 апостолов. Казалось бы, Московский Кремль уже хорошо изучен, всеми кому не лень, и по нему написано столько трудов и трактатов от научных до мистических, что удивить кого-то чем-либо уже невозможно. Но судите сами. Для начала, как всегда, кратко официальная историческая справка. Итак, церковь 12 апостолов составляет единый идейно-архитектурный ансамбль наряду с тремя главными соборами Московского Кремля, Успенским, Архангельским и Благовещенским, находящимися на соборной площади. Церковь 12 апостолов, самая поздняя из них, она была построена в середине 17 века по повелению патриарха Никона. В сентябре 1652 года началось ее возведение, а в конце февраля 1656 года патриарх Никон уже служил в новом храме литургию. Весь же ансамбль патриаршего двора с собором строился 20 лет с 1636 по 1656 годы. При палатах находилась и крупнейшая в России бесценная патриаршая синодальная библиотека с раритетами. В Кремлевском храме 12 апостолов были свои святыни и реликвии, одна из которых – древний византийский двухсорчатый образ святых апостолов Петра и Павла, подаренный Петру I римским Папой Климентом. Храм сильно пострадал в ноябрьские бои 1917 года, попав под артиллерийский обстрел. Снарядами были пробиты его стены и разрушены внутренние помещения. Конец официальной исторической справки. Помимо того, что дат, указанных в официальной информации по храму, этих дат никогда не было в принципе, так еще ее содержание вызывает очень много вопросов. Например, этот подарок Петру I византийской иконы, сделанной почему-то римским Папой. А что касается дат, то друзья, просто хочу напомнить, что согласно официальной истории, современное летоисчисление идет от 1700 года. Ранее номерация лет была иная. Вот об этом фокусе с путешествиями во времени подробно рассказывается в фильме про Тульский Кремль, ссылка на который сейчас всплывет в правом верхнем углу. Если вы не знаете, как сменилось летоисчисление, то посмотрите этот фильм обязательно. А мы приступаем к осмотру храма. Церковь Девенадцати апостолов находится в московском Кремле всего в двух шагах от царь Пушки. Если смотреть по карте, то отчетливо видно, что с трех сторон церкви имеется свободный проход. Нет никаких намеков на какие бы то ни было заграждения. А теперь давайте войдем в арочный проход. Если не обращать внимания на мелочи, то вроде ничего необычного. Проход как проход. Но вся суть именно в деталях. Смотрите внимательно на петли для ворот. Мы видим, что в этой арке висело три пары ворот. Ворота снаружи прохода с обеих сторон и ворота посередине. Обратите внимание, в этом арочном проходе нет дверей до жакон, ведущих внутрь. То есть эти ворота не могли закрывать вход в здание. Если закрыть все трое ворот, то по сути ничего не изменится. Наружние ворота еще можно как-то объяснить необходимостью закрывать внутреннее пространство. Но вот как объяснить ворота посередине арочного проема? Учитывая, что снаружи не было стены, то для отделения Соборной площади от остальной территории Кремля эти ворота служить не могли, так как их можно обойти с северо-востока. Тогда возникает вопрос. Для чего вообще нужны эти ворота? Если они не перекрывали проход на территорию, не закрывали вход в здание. Более того, непонятно назначение средних ворот. Друзья, прошу вас высказывать ваше мнение в комментариях, потому как объяснение официальных историков выглядит даже не смешно, а откровенно глупо. Мне стыдно его даже озвучивать. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.